Здравствуйте! В эфире программа «Бизнес-среда». Я ее ведущая Ригина Кубайкина. На этот раз мы с вами поговорим о молодежном предпринимательстве. Начать свой бизнес – дело непростое, особенно если ты молод и неопытен. Начинающие предприниматели подстерегают сотни трудностей. Большие расходы, конкуренция, необходимость принимать ответственные решения. В общем, есть над чем задуматься. Однако тем, кто попробовал себя в роли хозяина собственного дела, хорошо известно это сладкое слово – свобода. На начало текущего года в республике было зарегистрировано 31,5 тысячи индивидуальных предпринимателей. Из них 33%, а это каждый третий молодой человек или девушка в возрасте до 35 лет. А кого больше – мужчин или женщин? Об этом расскажет руководитель Чеборстата Эльвира Максимова. Молодых мужчин-предпринимателей больше, их 62%, а женщин меньше – 38%. Но я думаю, что это связано с тем, что женщины как раз в этом возрасте занимаются созданием семьи, рождением детей. И наши статистические данные говорят о том, что подавляющее большинство детей, 65% как раз у нас рождается у женщин в возрасте до 30 лет. Вообще структура молодого предпринимательства, наверное, незначительно отличается от общей структуры предпринимательства. Основная масса молодых предпринимателей – это занято в торговле. В частности, 50% молодых предпринимателей у нас занимается торговлей – оптовой или розничной. И по 15% – это пассажирские перевозки, вообще перевозочная деятельность и операции с невежимым имуществом. Кстати, вот такой вид деятельности, как операции с недвижимым имуществом, в последние годы очень активно развивается и обходят традиционные такие виды деятельности, как промышленность и строительство. То есть вот эти три вида деятельности, где практически 80% молодых предпринимателей у нас работают. Большое количество индивидуальных предпринимателей у нас вот в предыдущие годы прекратило свою деятельность в связи с изменениями в законодательстве по страховым взносам. Если в 2010 году мы обследовали 48 тысяч индивидуальных предпринимателей должны были получить, то сегодня 32 тысячи, говорю, 31,5 тысячи. То есть практически вот это количество индивидуальных предпринимателей, оно закрылось за 1-2 года. Давайте остановимся на основных проблемах, мешающих младым людям открыть собственный бизнес. Эксперты выделили несколько причин. Отсутствие финансов, нехватка опыта, недостаточное образование. Советы бизнес-омбуссмена Владимира Иванова вам в помощь. Вы знаете, молодежи сейчас, которые идут в предпринимательство, становятся все больше и больше. Почему? Потому что свое дело открыть сейчас, с одной стороны, становится проще, потому что финансовые средства доступнее. К тому же большой опыт накоплен их родителями. И те молодые люди, которым 18, 19, 20 лет, многие уже начинают делать первые шаги в предпринимательстве, а многие задумываются. К тому же есть такие интересные бизнес-школы, которые поэтапно помогают раскрыться предпринимательским талантам и не делать на первых этапах ошибок. История успеха предпринимателей говорит о том, что у всех основы успеха были разные. Но ключевыми факторами все-таки является то, что необходимо найти такой рынок, массовый рынок, который интересен большому кругу лиц. То есть самое главное – наладить поток финансовых средств. И удовлетворяя покупателей, потребителей, не дать этому потоку средств пересохнуть. Это, я думаю, самый главный, самый основной момент. Потом, когда вы начинаете заниматься предпринимательской деятельностью, лучше, конечно, коммерциализировать, то есть научиться продавать то, что вы реально умеете. То, что вы научились в детстве, в юности. Кто-то хорошо умеет играть на гитаре, кто-то умеет хорошо что-то печь, кто-то умеет заниматься какой-то другой деятельностью. Но если вы научитесь это продавать, во-первых, это не будет большими рисками с точки зрения финансов. Во-вторых, вы сможете самореализоваться еще через свое увлечение и сделать свой бизнес на том, что вы любите. Особенно важно, особенно для тех, кто только начинает бизнес, считать все показатели. В ходе ведения бизнеса надо считать, сколько к вам пришло клиентов, сколько у вас ежедневная выручка. Вы должны, как рыба в воде, владеть информацией, в первую очередь финансовой. Вы должны четко знать налоговое законодательство. И когда вот эти все детали вы вместе сведете, у вас будет успешный бизнес. Те предприниматели молодые, которые к нам приходят, как правило, озвучивают одну проблему. Это большая кредиторская загруженность, то есть большие долги, которые в краткосрочном или долгосрочном периоде покрыть невозможно. То есть, чтобы здесь себя обезопасить, я думаю, что необходимо в первую очередь опираться на свои силы. Не идти в банки и брать там огромные кредиты в надежде, что что-то произойдет. Пока на первом этапе лучше две трети своего дохода, который существует, пусть маленького дохода, направлять в инвестиции. И инвестировать только то на первом этапе, то, что у вас есть. Если вы... К тому же сейчас современные технологии позволяют вести бизнес, не имея больших затрат. Это интернет-технологии. Интернет-страничку вы можете сделать за 5000 рублей, а если вы сами это сделаете, можете сделать вообще ее бесплатно. И таким образом, наладив поток клиентов через эту интернет-страничку, наладив какое-то свое мини-производство, можете без особых рисков уже производить какую-то предпринимательскую продукцию и самое главное ее реализовывать. Финансовые программы в первую очередь поддерживают инициативных. И удивительно бывает то, что не на все программы существует достаточное количество заявок. Поэтому я рекомендую обратиться на сайт Минэкономразвития Чувашской Республики. И там вот эти программы поддержки предпринимательства существуют, которые помогают как иностранным экспортерам, к примеру, во-вторых, тем, кто готов обновлять производство. Те, кто входит в рынок, допустим, агентство по поддержке малого предпринимательства, могут выделить кредит, правда, краткосрочный, в 1 миллион рублей. Но под очень низкие проценты. Так что государство, со своей стороны, идет на поддержку, но самое главное все-таки инициатива самих предпринимателей. А теперь перейдем к блоку экономических новостей и анонсов. Совсем скоро в столице Чувашии начнет работать 7-й Чебоксарский экономический форум «Регионы России. Устойчивое развитие». Запланированы интересные дискуссионные площадки, на которых пройдут образовательные семинары, к примеру, курс на инвестиции, а также вопросы повышения инвестиционной привлекательности субъектов России. Рождаются участия более тысячи человек, в том числе представители четырех зарубежных государств. Организаторы 7-го Чебоксарского экономического форума наводят последние штрихи. Повышение инвестиционной привлекательности Чувашии, объединение усилий представителей бизнеса, науки и власти, презентация значимых инновационных проектов – задачи огромные. Мы сакцентировали внимание прежде всего на наших иностранных экспертов, их видение по развитию регионов России. Потому что регионы России, они в принципе определяют общую экономическую ситуацию в Российской Федерации. Плюс мы пригласили такие институты, которые сегодня разрабатывают программы развития Российской Федерации, это Центром экономических показателей. Плюс мы пригласили, будет очень интересная тема, связанная с, вы знаете, с ВТО, я к ней позже подойду еще, но тоже пригласили из института управления проблем. Плюс пригласили, будет выступать компания, которая рейтинг для агентства экспертера. Сегодня республика по двум кредитным рейтингам себя зарекомендовала, это ФИЧ и МОДИС. Вообще экономические форумы – это лучшие площадки для дискуссий. Ведь трудно собрать в одном месте сразу такое количество экспертов, крупных промышленников, представителей малого и среднего бизнеса, людей науки, заинтересованных в развитии регионов России и страны в целом. Напомним, что глава Чуваши Михаил Игнатьев участвовал в Санкт-Петербургском экономическом форуме и провел серию очень важных для республики встреч. Участники форума хорошо знают Чувашию. Нас, конечно, в первую очередь, когда мы подписываем договор с республикой, интересует опыт. Потому что опыт, на самом деле, в республике очень хороший. Опыт, в первую очередь, сформирования инфраструктуры. Мы знаем, насколько сегодня высокая газификация, насколько плотна сеть дорог в республике. Мы знаем, правда, при этом, что у вас есть одна проблема, проблема связанная с землей. У нас таких проблем нет, потому что наша область, она большая, огромная. Населения не очень много, свободных земель очень много. Конечно, хотели бы вместе сотрудничать, в первую очередь, в сфере туризма, потому что наши возможности не реально велики. Губернии фактически 800 лет, и на территории ее находятся ценности исторические. На простору торгово-выставочного комплекса «Контур» с 18 по 22 июня будет работать 21-я межрегиональная выставка региона «Сотрудничество без границ». Обезюминки, вернее, обезюмящих предстоящей выставки смотрите здесь и сейчас. В преддверии Дня Республики между Чувашей и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В этом году в выставке участвуют более 200 организаций. Среди них представители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и соседних регионов. Ждаются гости из Италии. Для экспозиции участников организаторы предусмотрели 11 основных разделов. Среди них сельское хозяйство, строительство и архитектура, здравоохранение, наука и образование. Год культуры вниманием не обделили. Тематика выставки разнообразная. Мы не преследовали. Если у нас специализированная выставка, это проходит раз в два года. Это в апреле месяце релап. То здесь она универсальная выставка еще раз. Это и легкая промышленность, это машиностроение, это электроника, это и средства массовой информации, это и кредитные учреждения, и ряд других. Это и здравоохранение социальной сферы, и спорт, и все-все-все. Поэтому мы тоже пользуемся случаем тех предприятий, которые еще не изъявили желание или находятся в сомнении, приглашаем принять участие в свободную площадь, пока на сегодняшний момент есть. Есть и открытые площадки, там, где можно продемонстрировать крупногабаритные изделия. Для того, чтобы продемонстрировать себя, потенциалы республики, и успешно заявить себя на российском пространстве. Седьмой международный фестиваль фейерверков готовит приятные сюрпризы на набережной Чебоксарского залива с 23 по 24 июня. Я хотел особо заострить внимание перед жителями республики, что фестиваль фейерверков у нас начинается не с 24-го. 24-го проходит, это галы-концерты, основные соревновательные мероприятия, это 23-й, новый присоединительный субъект, это республика Крым. Поэтому будет традиционно ожесточенная битва между ними, битва заключается в полнейшей синхронизации музыкального сопровождения и фееричного шоу. Командам из Сергеев Посада, Белоруссии, Челябинска, Крыма и Чебоксар предстоит устроить пиротехническое шоу на тему огнеродной культуры. А 24 июня будет гала представления «Славься, Чувашия». Ожидается награждение победителей в номинациях за лучшее музыкально-художественное воплощение, за создание яркого образа, за лучшую постановку шоу, за лучшее воплощение фантазии огня. Время начала шоу в 23 часа. Не пропустите. Всероссийский стартап «Виллаж Штур», объединивший предпринимателей и инноваторов нового поколения, подбил итоги форума. В нем, кстати, успешно выступили трое проектантов из Чебоксар. С каким багажом опыта и идеи они вернулись? Подробнее в нашем сюжете. Михаил Кузьмин вместе с группой единомышленников разработал специальное покрытие, которое защитит практически от любых агрессивных воздействий окружающей среды. Такие материалы, как дерево или металл. Для получения лабораторной пробы используются полимерные связующие и растворитель. Растворителем являются ароматические углеводороды. Работает Михаил в лаборатории химического факультета ЧГУ. Удивительно, но, возможно, никакого открытия бы не произошло, если бы студенты случайно не нахимичили. Сами студенты, готовя состав полимерного связующего, смешали при другом соотношении исходный компонент. Они просто, как сказать, неправильно рассчитали порядок величин, и мы получили такой состав. Конечно, подобные защитные покрытия существуют давно, однако у этого есть ряд отличий. Во-первых, оно не дву, а одно компонентное. Ничего смешивать не нужно. Что называется, нанес, подождал, пока подсохло и забыл. Во-вторых, безопасное. Реакцию ни с чем не вступает, ничего вредного для здоровья не выделяет. И это еще не все. Есть полиуретановые покрытия, которые, естественно, выпускаются, но они являются хрупкими, являются не такими термостойкими. Полученное покрытие у нас является эластичным, как я сказал. Вот оно. Разработки, естественно, ведутся и другими, наверное, предприятиями. Уникальность нашего покрытия является то, что можно это покрытие вот просто так сгибать, складывать, и ничего с ним не происходит. Кроме создания лабораторных образцов, изобретатели смогли самостоятельно наладить выпуск пробных партий. А участие в Russian Startup Tour нужно как раз для того, чтобы найти инвесторов и перейти на промышленный масштаб. У другого победителя регионального этапа изобретение связано не с химией, а с физикой. На суд жюри он представил ветро- и гидроэнергоустановку нового типа. Нами предложены ноу-хау, которые мы разработали, которые позволяют значительно повысить эффективность работы установок. Например, в ветрогенераторе у нас впервые использована система, очень простая система управления, которая позволяет крыльям самим находить ветер. Такая система позволяет эффективно использовать установки именно в нашем регионе, где сила ветра не слишком высокая. Ну а для гидроустановок разработчики применили новый вид лопастей. Их назвали «ныряющее крылом». Его можно применять как на наших речках с несильным течением, так и в более глобальных масштабах. Дело в том, что у нас океан, он все время находится в движении, и пока у нас крутится из земли свет и солнце, то течения, они есть, и это просто океан энергии. Использование только тысячной доли вот этой энергии позволило бы решить все энергетические проблемы человечества. Согласно последним научным данным журнала The Lancet, за последние 10 лет число людей с облитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей увеличилось почти на 25% и составляет около 200 миллионов человек. Чувашские ученые во главе с врачом-хирургом Андреем Драгуновым, руководителем проекта Алексеем Андреевым, на стартап-вилледж-форуме защитили свое детище – наноплазм – технологии стимуляции роста новых сосудов. При оперировании больных, заболевании периферических артерий, мы уяснили, что части больным, у которых были проведены операции, эти операции были не совсем эффективны, или у некоторых из них возникли осложнения в виде тромбозов, протезов. И мы подумали, как улучшить состояние этих больных, которых уже нельзя оперировать обычным способом. Мы провели ряд экспериментальных исследований и показали, что в крови человек есть определенные факторы роста, которые при введении в ткани, которые недостаточно кровоснабжаемы, приводят к росту новых сосудов. Республиканский кардиологический диспансер получил разрешение официального Росздравнадзора на применение этой технологии в клинике. С этого года мы уже можем эту технологию применять в клинике на всех пациентах, которые у нас оперированы. В Чувашии 30 тысяч пациентов нуждаются в этой операции. Она за 10 600 рублей стала доступной всем желающим. Больные с сахарным диабетом, которым предстоит ампутация, потенциальные клиенты чебоксарских хирургов. В основу технологии положено использование биопрепарата из собственной крови пациента. Получили определенную поддержку именно фондов из Москвы. Но мы планируем в дальнейшем с помощью этих фондов дальше усовершенствовать технологию и возможно даже использовать ее при лечении ишемической болезни сердца. Новая технология успешно применяется. Уже более 70 пациентам провели подобную операцию. Победителем конкурса лучший предприниматель Чувашии в номинации «Успешный старт» стала Наталья Степанова. О том, как рядовой бухгалтер смог открыть свой бизнес и уверенно его развивать смотрите в рубрике «История успеха». Строительную отрасль изнутри Наталья Степанова начала изучать давно. Более 10 лет назад она трудилась бухгалтером в крупной организации. Теперь женщина сама себе руководитель. Открыть собственное дело ей удалось два года назад. Она прошла непростой конкурс и получила грант по республиканской программе поддержки начинающих бизнесменов. Компания Наталья специализируется на ремонте и строительстве. Сейчас ей доверяют крупные заказы. Недавно благоустраивали территорию детского садика, а этим летом приступили к реконструкции музыкальной школы. Работ не в проворот. В подсобных помещениях меняют плитку, красят стены в классах и коридоре. Здание, конечно, очень красивое. Архитектура тоже очень интересная. Если вы обратили внимание, можете посмотреть, какая у нас здесь лепнина. И мы стараемся сохранить то, что нам досталось. Какое здание нам досталось, в том, в первозданном виде. И поэтому, конечно, ремонты, которые у нас проходят в школе, они очень нужны и очень необходимы для того, чтобы действительно сохранить эту красоту. И вот нам, конечно, повезло, что ежегодно нам выделяются местные администрации средства на поддержание здания. Реконструируют здание в 16 труб. В компании Натальи Степановой сейчас трудятся два слесара-сантехника, два маляра, три плотника и один инженер. Причем их начальник совмещает сразу четыре профессии. Она и прораб, и кассир, и даже дизайнер. Визнес уверенно идет в гору. Количество заказов увеличивается. Время много строится. Люди начали делать ремонты. Особенно в таком небольшом городе, как Анаш, я занимаюсь любимым делом. Найти работу лично мне несложно. Я человек общительный, доброжелательный. Звонят, просят. Никому не отказываем. А дальше все зависит от наших рабочих рук. Это сейчас она преуспевающая бизнес-леди. На старте этого пути в активе Натальи был только грант. В размере 150 тысяч. Начинающий предприниматель потратила эти деньги на дорогостоящие инструменты. Без этой поддержки, наверное, было бы сложновато. Было бы сложновато без этой поддержки. Это дало вот... Нет, вот толчок, чтобы встать и идти. Нужно верить себе. Во-вторых, на первом месте должно стоять дело, а не прибыль. Ставьте перед собой цели, планы, реализовывайте их. И ничего больше. Начинать свое дело с нуля – это трудно. Но я сама убедилась, что это возможно. У меня перед глазами опыт наших канашеских успешных деловых женщин. В компании строят уверенные планы на перспективу. Наталья говорит, что в этом бизнесе даже в Канаше у нее много конкурентов. Но побеждает только тот, кто задумывается о развитии своего дела. Бизнес-леди сейчас хочет привлечь строительную компанию побольше квалифицированных рабочих. И тогда будет возможно браться даже за самые сложные проекты. Редак Ковалев и Александр Петров. Бизнес-среда. На этом я с вами прощаюсь. Успехов вам в новых начинаниях. Редак Ковалев и Александр Петров. 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 Редак Ковалев и Александр Петров.